Итак, друзья, всем привет! Сегодня будет видосик у нас, посвященный, наверное, камерам. А в частности, сегодня я вам покажу пустышку для питания камер Sony. Если у вас аккумулятор FZ100, в частности, оригинальный сейчас у меня стоит в камере, а вторым аккумулятором я использую вот такие вот батмаксы. Видос был на канале еще со времен, когда у меня была камера A7 III, я пользовался этими аккумуляторами. Пользуюсь ими не так часто. Если мне нужен стрим, то этих аккумуляторов все равно не хватает, и их перетыкать, это дело такое себе, знаете ли. Именно для этих целей у меня была куплена пустышка. Вот такой вот план. Сейчас я покажу более подробно. Если я где-то что-то записываю без пустышки, то я использую основной оригинальный аккумулятор. Но бывает, когда, допустим, снимаешь что-то про комп или такое вот очень долгое, длинное, или простыдишь с зарядкой, то аккумуляторов не хватает. И вы тогда используете вот такие вот батмаксы. Ну, это одни из самых лучших, наверное, на сегодняшний день. Да, стоит у меня сейчас последняя прошивка на A7 IV, это версия IV. Вышла она буквально вот в октябре, недавно, 16 октября, по-моему. И нареканий по ней нет никаких. Также с камерой были нюансы по записи на карты CFexpress, но с прошивкой 3.0.2 эту проблему устранили. И претензий больше к этим флешкам тоже нет. Сейчас я, кстати, записываю на нее, и B3 стоит сейчас 300 мегабит. На нештатных аккумуляторах через какое-то время вылетает сообщение, что вы можете повредить свою камеру, так как аккумулятор неоригинальный, то же самое может вылетать и на пустышке, но при этом ни запись, ничего не пропадает, нужно просто нажать отмену, то есть пользоваться дальше, то есть не отключать камеру, и запись не отрубается, и продолжать дальше. При этом вы не видите, сколько процентов зарядки у вас осталось в цифрах, но индикатор сам работает. Что касаемо пустышки, ее, как я и говорил, уже покупал для стримов, но в последнее время я стримил без вебки, потому что без вебки удобнее, не светит никакой прожектор, софтбокс в лицо, и играть намного приятнее, и при том не вижу никаких предпосылок на то, чтобы стримить с вебкой. То есть вам не надо, и я вебкой не включаю. В основном я стримлю и говорю, поэтому мое лицо, присутствие здесь особо и не нужно. Вот такая вот у нас петрушка, так ее назовем, блочок питания, и сама пустышка подключается все каким образом. То есть сама пустышка у нас подключается вот таким вот проводом. С обратной стороны тоже надписи на ней никаких нет, указано просто где плюс-минус, и вот такой кругленький разъемчик. Этот кругленький разъемчик подключается у нас с одной стороны к облачку. Ну, сделано опять же удобно, можно если что-то повредиться, просто поменять или блок питания. Стараюсь вам показать это в камеру. То есть круглый, и с другой стороны, соответственно, блок. И здесь уже сетевой кабель, который отсюда тоже вот так вот отщелкивается. На евровилку просто, чтобы можно было воткнуть в розетку. С обратной стороны выглядит блок вот таким вот образом. Вы можете использовать его же для i7-4, i7-3 и так далее, других камер. Мощности его хватает. К любой камере, на которой у вас батарейка, штатный идет FZ100. Ссылку на него оставлю в описании или в выкрепленном комментарии на YouTube. Потому что мои видосы дублируются сейчас и на такие площадки, как Яндекс.Дзен. Ну, или Дзен он просто сейчас называется, да. В свое время это была площадка Яндекса. Но там видосы только в Full HD, это у кого не работает YouTube. И также дублируется на ВК. Видео через мою группу, соответственно, можете это посмотреть. Ссылка на группу тоже есть в описании. Там все видосы выходят в 4К. Это одна из единственных российских площадок, которая позволяет выкладывать 4К видео. Так, основная информация на облачке. Модель RT 080 V30R. От 100 до 240 Вольт, 50-60 Герц, 8 Вольт, выход 3 Ампера. Пользуюсь им уже получается, но чтобы вы понимали, это буквально где-то лет 6. 6 лет у меня уже служит вот эта пустышка. И нет никаких с ним проблем. И я не понимаю тех стримеров, которые во время стрима, у них отрубается камера, они меняют и дают батарейку. Зачем? Есть же пустышка. Зачем? Собственно, на этом все. Такой небольшой видосик. Ссылочка на него будет в описании. Просто давно хотел про это рассказать, но все никак не доходили руки. И вот. Да. Пустышка. Под это 100 есть. Стоит в районе, по-моему, 2000 рублей. Цену лучше посмотрите, пройдя по ссылке и там увидите ее. На этом все. Как-то так. Всем пока. Вот сижу, думаю, вывести этот видос в 8К или оставить в 4К. Я записываю 4К 30 кадров. Все, пока. На этом все.